Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы сегодня имеем особое служение, оно у нас дважды особое. Первое, это потому что у нас сегодня заповедь Господа. А я даже не знаю, как сказать первое, потому что лично для нашей Церкви это большой праздник, то что у нас новые члены, которые присоединились к нам через Святое Водное Крещение. Когда мы говорили на уроках о том, что мы их учим для того, чтобы они были научены войти в членство, мы говорили о том, что мы не просто их крестим, мы их крестим в Поместную Церковь. Поэтому, да, Валентина, проходите, вот здесь вот специально для вас пару мест, еще Аня где-то есть, вот тоже, Аня, пройдите, пожалуйста, вперед, чтобы мы вас видели. Мы крестим в Поместную Церковь. Поэтому, почему мы это делаем? Сам Господь Иисус Христос сказал так, идите, и так идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Вот это повеление, которое Господь оставил для своих учеников, мы являемся учениками 21 века, мы это совершаем в нашей Церкви на протяжении всего существования нашей Поместной Общины. Мы проповедуем, мы говорим людям об Иисусе Христе, и те, кто принимают и крестятся, мы их вводим в Церковь по повелению нашего Господа. И сегодня эта радость, вот у нас есть 16 человек, которые присоединились к нам в Церковь. Пусть Господь благословит вас, дорогие братья и сестры, члены Церкви, новых членов, принимать уже как наших молодых братьев, сестер, о которых нужно заботиться, поддерживать, может быть, ободрять, может быть, иногда где-то сделать такое в любви доброе замечание. У нас есть и молодые, у нас есть и не очень молодые те, которые принимали сегодня крещение, поэтому мы все, поддерживая друг друга, должны идти туда, вот в небесный Ханаан. Давайте мы помолимся, попросим, чтобы Господь благословил наше сегодняшнее собрание, потом у нас будет хребопреломление, извиняюсь, и мы будем вспоминать ту заповедь, которую Господь оставил, и те, кто принимал крещение, они будут впервые вместе с нами участвовать в заповеди. В миру сегодня День Отца, вот, и мы это не так сильно празднуем, но, дорогие отцы, я вас тоже поздравляю, вот, с этим праздником, это праздник ответственный, праздник, который напоминает нам о том, что мы имеем ответственность за наших детей. И вы, отцы, я не знаю, почему так апостол Павел написал, не раздражайте своих детей, не знаю, про мам так не сказал, вот. Поэтому, пожалуйста, любите своих сыновей и дочерей, проводите с ними как можно больше времени, как можно больше вложите в них вот своей любви, своего понимания того, как вы любите Господа, как вы живете с Господом, и ваши дети потом в будущем скажут вам спасибо. Гласы всех нас, Господь! Склоним наши головы, помолимся. Господь милосердный, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, возлюбленного нашего Спасителя, мы пришли к Тебе, поклоняемся величию, мы прославляем Тебе, Бога, спасение нашего. Господи, Ты собрал нас сегодня в дом свой, и мы радуемся Твоему святому дивному имени, что Ты наш Спаситель, что Ты наш Господь. Мы радуемся сегодня особым образом, потому что мы видим величие любви Твоей, мы видим эти знаки любви, это чаша, это хлеб, который напоминает нам о Твоем ломимом теле, о Твоей пролитой крови ради нас, ради спасения нашего, и ради избавления нас от грехов, от ужаса, ада, от гнева Отца Небесного. Господи, благодарим Тебя за это и славим Тебя. Мы радуемся также тоже особой радостью сегодня тому, что сегодня Ты прилагаешь спасаемых в Своей Вселенской Церкви. И мы радуемся тому, что сегодня братья и сестры, которые сказали, что будут верны Тебе, исповедали Тебя как своего Господа и Спасителя, мы молим и просим Тебя, чтобы Ты благословил их, чтобы в самом деле эту верность они сохранили до конца. От нас прими благодарность. Мы поклоняемся, мы величием и прославляем Тебе, Бога, спасение нашего. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Чем воздать Тебе, мой Господь, царь и лак твои, ты все подари, чтобы мне явить любовь твою не могу. Даже сломный ангел передать мою хвалу за то, что жить, за то, что буду жить, по милости Твоей. Расславим мы Бога, Расславим Расславим мы Бога, Расславим мы Бога, Расславим за Его следила, Расславим 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 Как я сказал, что у нас сегодня особое служение, особый праздник потому что, вот здесь на первой скамье сидят те, которые сегодня вступили в завет с Господом И сейчас мы будем молиться, совершать молитву над каждым из них. Я думаю, что иногда возникает вопрос, почему мы это делаем. Есть определенная традиция в этом, но это не только традиция, это также и Слово Господне, которое нам повествует об этом событии. Я хочу сейчас прочитать это, а потом немножечко объяснить суть того, что мы сегодня делаем. Речь идет о Первой апостольской церкви в то время, когда, вот мы знаем, Дух Святой сошел сначала в Иерусалим, на апостолов, потом сошел на Иерусалимскую церковь, а потом Слово Божие стало распространяться, и Филипп, один из служителей Господней, пошел в Самарию, потому что Иудеи и Самария – это те области в Израиле, которые не сообщались друг с другом. Люди из Иудеи и Самарии не сообщались. Но Бог, являя Свою милость, Он явил не только израильскому народу, Он явил и, мы видим, явил и самарянам, и в конечном итоге мы, вот я уже читал об этом сегодня, «Сегодня Господь говорит, итак, идите и научите все народы». То есть Писание говорит о том, что спасение дано всем народам. Сегодня нам это легко воспринимать, сегодня мы как бы выросли в этом, но представьте себе ситуацию, при которой евреи, которые поклонялись живому истинному Богу, они так считали, это так в самом деле и было. И вот тогда, когда сошел Дух Святой на Иерусалимскую Церковь, вернее, на людей, которые стала Иерусалимской Церковью, Слово Божие стало распространяться в Иудеи, и происходит чудо, происходит чудо, что Филипп идет в город Самарийский, а мы знаем, что по Писанию, что они не то, что там не сообщались, они ненавидели друг друга, самаряне с иудеями. И тут Бог совершает особое служение. Когда поверили Филиппу, вот самаряне, благовествующие о Царстве Божьем, и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Мы не совершаем так молитву, как совершали апостолы, по одной простой причине. А сегодня Дух Святой господствует на всей земле. Сегодня Он и в Америке, и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в Китае, и в Австралии, и если люди есть на Северном полюсе или на Южном полюсе, Он и там тоже действует и работает. То, что здесь говорится, здесь говорится о том, что действие Духа Святого, оно начинало распространяться постепенно. Нужен был определенный психологический момент для евреев понять о том, что Дух Божий, Он не только к евреям, а Он всем людям. И самым первым, кому был дарован также Дух Святой, это вот тем, кого они ненавидели. Тем, кого ненавидел израильский народ. Вот их самым близким врагам. И теперь эти враги стали друзьями, стали братьями и сестрами, а теперь они должны ходить вместе, должны вместе поклоняться Богу. Как я уже сказал, это был особый момент, и мы знаем, что Дух Святой стал продолжать работать дальше, и Он не только самарян посетил, но Он посетил также язычников. И это есть место в деянии апостолов, просто сегодня не моя тема об этом. Я хочу сказать вот о вас, дорогие братья и сестры. Мы молимся над вами о вашем посвящении Богу. Дух Святой уже в каждом из вас, мы каждого из вас спросили, вот, кто тебя привел к покаянию? Ведь никто не может привести к покаянию, если Бог не приведет. То есть Дух Святой, который вел вас к покаянию, который вселился в ваше сердце, сегодня живет в вашем сердце. Но очень важно, чтобы вот сохранить вот эту верность до конца. Апостол Павел в послании к римлянам в шестой главе говорит такие слова. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вашей жизни есть святость». То есть Дух Святой в ваших сердцах, Дух Святой в сердцах всех тех, кто сегодня считает себя христианином или христианкой, кто сознательно стоял на коленях и молился, и просил Господа прощения. И всякий раз, когда это происходит, Дух Святой нисходит в сердце человека и дает вот эту радость прощения. Но теперь есть вот то, о чем мы сегодня слышали на берегу. Теперь есть наша ответственность. Бог ее с нас не снял. Я иногда слышу о христианах, которые уже 15-20 лет христиане. «Но Бог любит меня таким, какой я есть». Но это да, это правда. Что Богу остается делать? Приходится любить таким, какой ты есть. А Бог принимает нас, когда мы приходим к Нему вот грешниками, окаянными, такие, какие мы есть. Он не ставит условие, что «Измени свою жизнь, тогда я тебе приму». Нет, Он принимает нас такими, какие мы есть. Но! Мы не должны остаться такими, какие мы есть. Он принял тебя такую, какая ты есть. Он принял тебя такой, какой ты есть. Но Он хочет, чтобы день от дня ты преображался, ты преображалась в образ Божий. Чтобы ты становился реально святым человеком. Ведь святость, которую вы получили, которую мы получили, Писание говорит, это вмененная святость, это святость Иисуса Христа. Он святой и праведный. Он дал нам эту святость. Но Он хочет, чтобы мы стяжали ее так же. Здесь так и написано, что «Когда вы освободились от река, стали рабами Богу плод». Плод – это нечто, что должно созреть. Оно просто так вот в один момент не происходит. Есть какой-то период жизни, нашей духовной жизни, Иоанн об этом говорит. Он говорит «Дети, есть даже, наверное, младенцы». Петр говорит «Как… возлюбите чистое словесное молоко, как… подскажите, братья. Как новорожденные младенцы». Спасибо. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам от него возрасти во спасение». Да, есть младенческий возраст. Иоанн говорит в своем первом послании, говорит о том, что есть детство, есть духовное детство, потом есть юноши, а потом есть уже отцы, ну, я бы сказал, еще матери, если так к сестрам относятся. То есть есть духовный рост, духовный рост, который Господь хочет видеть. И если этого нет, вот этой святости, стали рабами Богу плод, ваша есть святость, это становится под вопросом. Господь сделал все для того, чтобы ты жил святой и праведной жизнью. Он пострадал, он умер, он воскрес для нашего оправдания. Он дал нам все для жизни благочестия. Он дал нам дары. Ну, нет ничего, чего бы, так сказать, мы бы хотели для того, чтобы жить святой и праведной жизнью, и мы не имели, и бы мы бы сказали, «Господи, ну, извини, вот мне ты не дал». Всем дал. Всем дал любовь, всем дал радость, всем дал мир, да? Я правильно говорю, братья и сестры? Или я ошибаюсь? Писание так говорит. Писание так говорит. Поэтому мы должны укрепляться в Господе и могуществом сил Его. Так апостол Павел говорит в послании к Ефесянам 6 главы. И сегодня мы хотим посвятить вас Господу, чтобы ваше посвящение, это было вот так же, как крещение раз и на всю жизнь. Чтобы вспоминая крещение, вы могли сказать, «Какой я был младенцем? Какая я была младенцем, когда я пришла к Господу? А сегодня я гляжу на свою жизнь, и я вижу, я боролась, я боролся, я возрос. Было много искушений в жизни, но я их победил. Было много тех, которые хотели, чтобы я веру свою потерял. Давили на меня, унижали и оскорбляли. Вас еще этого не делали. Те, кто перенес, те, кто пережил, тот знает это. Я это пережил. И я вам хочу сказать, мне всегда легко отстаивать свою веру. И только тогда, когда у тебя есть Дух Святой в твоем сердце, тогда, когда есть вот эта посвященность и способность идти до конца. Никто нас еще до смерти не доводил, но сегодня кто-то за Господа жизнь свою отдает, голову свою теряет. Я же вам рассказываю истину. Вы все смотрите новости. Поэтому, дорогие мои, пусть вот эта посвященность, которая сегодня, она будет на всю жизнь, чтобы ваша вера возрастала в познании Господа, чтобы ваша жизнь, она изменялась, она преображалась в образ в образ Иисуса Христа. Пусть Господь вас благословит. Мы сейчас будем молиться. Господь, милосердный Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, на руках молитвы несем Настю. И мы благодарим Тебя, Господи, что сегодня она обещала Тебе служить доброй совестью. Мы молим и просим Тебя, Господи, чтобы Ты, благословляя Настю, благословил Господи в уповании на Тебя, чтобы вера ее возрастала, чтобы с каждым днем она преображалась в образ Твой, чтобы посвящение ее было окончательным и полным, чтобы если она встретит в жизни свои какие-то трудности, переживания, если начнут веру ее колебать, Господи, чтобы она всегда помнила о том, что она обещала Тебе верность до конца. Поэтому, Господи, мы веряем ее в Твои руки, мы благодарим Тебя, что Ты, начав это доброе дело, будешь совершать его до дня своего явления. Благослови ее, укрепи ее в вере, в уповании на Тебя, в жизни святой и праведной, и пусть имя Твое будет прославлено через ее жизнь. Поклоняемся и величим Тебя, Отца Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Благословилась взрослым христианам Иисусе. Я прошу Тебя, благослови ее всяким благословением. Храни, помогай. Слава Тебя за все. Аминь. Господь, слава Тебя за сестру Аню, Господь, то, что Ты привел в нашу церковь, Господь, что она стала частью нашей семьи, Господь. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я прошу, благослови ее в жизни, Господь, чтобы Тебе духовно дарил, Господь, которую Ты дал, Господи, на благопримятие обильный. Господь прославляет Твое имя, Господи. Благослови ее жизнь, благослови семью ее, Господи, чтобы жизнь была свидетельством, Господи, прославление имени Твоего, Господь. Я прошу благословения на нее, на ее семью. Аминь. Аминь. Господь, мы сегодня все вместе Мы тебе сегодня благодарны за Веронику, Господь, за то, что ты ее спас, за то, что ты ее нашел в этом мире и привел к себе. Мы тебе благодарны за то, что ты благословил ее, хранил ее, и она сегодня сделала этот шаг, заключила завет с тобой через водное крещение. Мы тебе благодарны за твое действие в ее жизни, Господь. Мы тебе благодарны за то, что она присоединилась к нашей церкви, и мы просим твоего обильного отцовского, любящего благословения на всю ее жизнь, на ее служение, Господь. Благослови ее дома, в семье, благослови ее в учебе, благослови ее в работе, Господь, благослови ее в служении. Пусть ее жизнь будет наполнена Твоей волей, Твоим присутствием, Господь. Благослови ее искать Твоих откровений, искать Твоего водительства во всех вопросах жизни, Господь. Благослови ее быть стойкой, твердой, крепкой в Тебе, чтобы пройти через все искушения и испытания, быть крепкой, сильной христианкой для того, чтобы жить в этом мире, и для того, чтобы быть примером и поддержкой для окружающих. Благослови ее, Господь, обильно во всех сферах ее жизни и будь прославлен через ее жизнь и в нашей церкви, наш Бог. Аминь. Господь наш и Бог наш, ты нашел ангелу в этом мире и вел ее в твое царство. Господь, дай ей крепко утвердиться духом твоим во внутреннем человеке, Господь, и быть твердой, Господи, духом в своем посвящении во всей своей жизни. Слава тебе, наш Бог. Аминь. Любящий Господь, мы сегодня, как церковь твоя, хотим поблагодарить тебя за Анечку, за ее, Господь, сердце, за то, что она приняла тебя, и она совершила заповедь твою, и сегодня мы молимся о твоем благословении, чтобы твое благословение было на ее жизни, чтобы она, Господь, всегда видела, что ты взял ее в твои могущественные руки, и ты ее обещаешь повести. Ты обещаешь же быть все дни жизни с ней, Господь. Ты никогда ее не оставишь. Благослови его, чтобы она укреплялась в тебе, и чтобы через это плод твой пребывал в ее жизни, чтобы ее жизнь была прославлением имени твоего, чтобы ее жизнь была посвящена тебе, чтобы ее жизнь никогда, она не сомневалась, не смущалась, что она с тобою совершит любое поприще, потому что ты ее научишь, ты ее проведешь, и да прославится имя твое, и возвеличится в жизни, и да будет благословение на ее жизни, и на ее будущность. Во слава ты, наш Бог. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за нашу дорогую сестру, за то, что и сегодня Ты дал возможность ей заключить завет с Тобой. Господь, мы благодарны Тебе, что Духом Святым Ты нашел ее в этом мире и привел к покаянию, рождению свыше, и Ты Духом Святым живешь в ее сердце. Мы молим Тебя, Господь, постав защиту и ограду над ее душой, благослови, Господь, веди и направляй, пусть воля Твоя, она будет успешно исполняться в ее жизни, Господь. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты благословил ее особой твердостью, особым упованием на Тебя, Господь, верностью Тебе во все дни жизни ее. В Твои руки веряем, Господь, и в теле Христовом пусть она будет достойным членом, совершающим свое служение по слову Твоему. Аминь. Аминь. Господь милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал Ольгу, Господи, спас ее, оправдал, Господи, и вел в Царство возлюбленного Сына. Слава Тебя, Господи! Мы сегодня исповедуем и верим в то, что Ты преобразил ее силой Духа Твоего Святого, родил свыше, Господи, и вел ее в Церковь Твою. Слава Тебя, Господи, за это! И мы Тебе просим, благослови теперь ее, как часть Твоей Церкви, как член Твоего тела, Господи. Благослови ее отражать Твой образ в жизни, Господи, в служении. Там, где она обращается среди людей, Господи, благослови, дай ей мудрость, и как поступать, чтобы везде люди видели в ней Твой образ. Благослови ее служение, благослови ее жизнь, ее работу, Господи. Благослови ее личную жизнь, чтобы все это приносило славу Тебе. Мудрость ей дай в жизни, мудрость ей дай, как себя вести и дома, также в семье, Господи, чтобы через это было яркое, сильное Твое свидетельство. Честь Тебе, хвала и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, возлюбленного нашего Спасителя, я молюсь за Таню. Господь милосердный, молюсь и прошу вместе с Церковью Твоей благословения на ее, Господи, чтобы отныне в жизни ее всецело принадлежало Тебе и Церкви, чтобы отныне, Господи, она могла, совершая служение свое, быть уверена в том, что Ты ведешь ее по этой жизненной долине. Благослови, Господи, ее, благослови ее личную жизнь, все ее чаяния и желания, благослови ее служение в Церкви, Господи, Ты знаешь ее желание свидетельствовать окружающим. Господи, Ты знаешь, что она ощущает себя не в немощи. Я прошу Тебя, Господи, облеки ее силой свыше, Духом Твоим Святым, чтобы у нее было вот это дерзновение открывать свои уста и говорить людям тем, которые еще не знают о Тебе, о том спасении, которое она сама получила. Благослови, Господи, все те вопросы, которые стоят в ее жизни, Господи, духовные вопросы, житейские, чтобы она всегда имела желание искать ответ в Слове Твоем, Господи, пусть Слово Твое будет светильником ногам ее. Вверяем, Господи, в Твои руки, поклоняемся и величим Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Иисус, я благодаря Тебя за Оксану, за то, что Ты так же привел ее к себе, Иисус, спасибо Тебе огромное, что Хранил ее и провел ее через подростковый возраст, И все привел ее к себе. Спасибо Тебе огромное за это. Я прошу Тебе также благослови на ее жизнь, Иисус, ты видишь ее, каждый шаг, каждый минут ее жизни ты знаешь наперед, Иисус. Я просто прошу Тебе, помоги ей быть сильной христианкой, Иисус. Так же, Дина будет спотыкаться, поднимай ее, помогай, храни ее, Иисус. Я прошу Тебе благослови ее в служении, благослови ее в жизни. Чем бы она ни занималась, прошу тебя, будь с ней всегда. И стыдно, чтобы она была светом, примером для тех людей, которые вокруг ее. Я прошу тебя, благослови ее и в церкви, Иисус. Я прошу тебя, помоги ей быть хорошим христианином, хорошим примером для других. Слава тебе большое за нее. Аминь. Часть всей твоей семьи, Господь, слава тебе за это. Слава тому, что Дух Святой живет в ней, Господь. Я прошу тебя, помоги ей светить этому миру, Господь, где бы она ни находилась, Господь. Дай, Господи, духовных сил для того, чтобы Господь могла прославлять тебя, Господь. И искушение, которое будет в ее жизни, Господь, помоги ей преливать достойно, Господь. Я прошу тебя, благослови ее, благослови ее в служении, Господь, благослови ее в жизни, Господь, чтобы везде она была тем светом, Господь, который ты сделал нас. Благослови нас, Те, аллилуйя, все хвала, аминь. Отец, также мы тебе сегодня благодарны за Виталика, за то, что ты вошел и в его жизнь. За то, что ты его спас, мыл, очистил, оправдал, сделал своим детем, сделал его искупленным, Господь. Мы тебе за это благодарны. И сегодня мы все вместе всей церкви просим твоего благословения на него, на всю его жизнь, Господь. Ты знаешь все, что ты для него приготовил, все испытания, все ситуации. У тебя есть для него намерение во благо, а не во зло. У тебя есть цель для его жизни. Ты дал ему дары, и ты хочешь, чтобы он жизнь прожил так, как ты ему предопределил, пожалуйста, благослови его в этом. Благослови его знать дарованное от тебя ему в жизни. Благослови его искать твою волю, искать твоего водительства, твоей мудрости во всех вопросах жизни. Благослови его быть твердым, мужественным, не бояться никаких обстоятельств, которые ты ему приготовил. Помоги ему быть ярким светом, помоги ему быть твердым и стойким во всех ситуациях в жизни, чтобы имя твое через его жизнь прославлялось, чтобы через его жизнь царство твое распространялось. Благослови Его как члена церкви, быть плодотворным, быть в служении, Господь. Благослови Его в доме, благослови Его в работе, благослови Его во всех сферах Его жизни. В имя Иисуса Христа молимся Тебе наш Бог. Аминь. Господь и Бог наш, мы благодарим тебя за брата Дмитрия, что ты нашел его в этом мире. И ты дал обещание, Господь, в твоем слове, что ты не оставишь и ты не покинешь. Ты всегда будешь до последнего дыхания, Господь, с Ним и будешь вести Его, Господь, по этому жизненному пути. Поэтому мы просим тебя, благослови Его, Боже. И ты, Господь, сказал в твоем святом слове, что в тебе обитает вся полнота Божества телесно. И Дмитрий имеет всю полноту в тебе, Господь. Раскрой эту полноту, Господь. Это обилие благодати в его жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Господь, мы сегодня, как церковь, благодарим тебя за ту милость, за ту любовь, которую ты явил для Вити. Что ты, Господь, стучал его сердце, и он открыл его. Что ты показал ему твою великую любовь, которую ты имеешь к нему, и он принял ее. Что ты, Господь, сказал о его будущности, что он, Господь, принадлежит тебе, он дитет твое, и он верит в это. Благослови его в этой вере, Господь. Благослови его в вере в том, что ты соединил его с собой в духе. И он все тебе может, Господь. Благослови его, чтобы он посмотрел не на себя, а на твое благословение, которое ты облагословил во кресте Иисусе. Чтобы его жизнь, она была жизнью распространения благоухания. Чтобы его жизнь была славой тебе. Чтобы в его жизни было устройство твое. И чтобы через его жизнь прославился ты. И твое благословение было и на церкви, и на его будущности. Все просим мы во имя Сына Твоего, а нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, на руках молитвы мы несем к тебе нашего дорогого брата. С сердечной благодарностью за то, что ты призвал его к себе, и ты ввел его в церковь твою. Ты здоровал ему спасение и жизнь вечную. Господь. И теперь мы на руках молитвы несем его и просим. Благослови его, Господь, быть верным тебе. Благослови его, Господь, быть плодотворным в служении тебе. Мы молим тебя, Господь, о защите и ограде для его души. Мы молим тебя, Господь, чтобы он духовно возрастал, чтобы в его жизни прославлялось Твое святое имя. На руках молитвы несем к тебе, Господь, и придаем в Твои святые руки. Верим, что Ты благословишь и сохранишь. Верим, что сила Духа Твоего святого проявится в его жизни и в служении для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа и слава Его. Аминь. Аминь. Господь, прославляем Тебя, что благодать Твоя действует сегодня. Еще души спасаются, Господи, и Ты еще сегодня открыл двери Свои. Сегодня еще люди могут входить в Царство Твое небесное по Твоей благодати. Слава Тебе, Господи, за Владимира, что Ты призвал его, что Ты оправдал его и посадил на небесах. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты Духом Святым возродил его к упованию живому. И живешь в нем, Господи, мы верим в это. И потому и молимся, и благословляем, и просим, благослови Владимира, Господи, вот в новой своей позиции, когда он становится членом Твоего тела, когда он становится Твоим посланником от имени Христова, когда он становится соучастником созидания церкви, мы просим, благослови его. Ты одарил его уже дарами своими, Господи, даруй ему быть верным в том, чтобы употребить эти дары в том служении, которое Ты ему предназначил. Благослови его, Господи, в жизни, благослови его в служении, благослови, Господи, в личной жизни, благослови в работе, благослови, Господи, когда он будет общаться с людьми, Господи, чтобы всегда, на всяком месте в нем виден был Ты. Благослови его всеми Твоими отцовскими благословениями. Отец и Дух Святой. Аминь. Одно тело и один Дух, брата, люби, пребудем, друг. Сохраним единство веры между Самой. Одно тело и один Дух, брата, люби, пребудем, друг. Сохраним единство веры между Самой. Один Господь, одна вера, Одно крещение для всех. Один Господь, одна вера, Одно крещение для всех. Один Бог и Господь один, Пребывает на века един, Подает пример единства для нас с тобой. Один Бог и Господь один, Пребывает на века един, Подает пример единства для нас с тобой. Один Господь, одна вера, Одно крещение для всех. 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 Один Господь, одна вера, Один Господь, одна вера, Один Господь, одна вера, Один Господь, одна вера, У меня от песен рвется грудь, Сколько их пересчитать нет силы. Пой, душа, пока уста пою, Пой от первых дней до могилы, Пой о том, чем до краев полна, Пой во все услышание о Боге, В нашей жизни песня есть одна о Боге. Пой о том, чем до краев полна, Пой во все услышание о Боге, В нашей жизни песня есть одна о Боге. Там, где петь звучит, дышать легко, Злые люди не имеют песен, Пой душа нетихим голоском, Громко пой о том, как Бог чудесен, Пой никогда не умолкай, Пусть течет рекой живая песня, Кто-нибудь услышит невзначай, И отыщет путь в стране небесной. Пой душа о том, что обрела, Ночи темной под небесным сводом, Про любовь, что жизнь тебе дала, Свободу. У меня от песен львется груб, Сколько их пересчитать нет силы, Пой душа, пока уста поют, Пой от первых дней до могилы, Пой о том, чем до краев полна, Пой во все услышание о Боге, Ночи темной под небесным сводом, Про любовь, что жизнь тебе дала, Озарила счастьем и свободой, Пой душа о том, что обрела, Ночи темной под небесным сводом, Про любовь, что жизнь тебе дала, Свободу. Пой о том, чем до краев полна, Пой во все услышание о Боге, Нашей жизни песней задна о Боге. Слава субтитры создавал Dino, Пой разбимас на субтитры, Слава субтитры создавал Dino, Пой 1963-5 А. И в сердце все забей, печаль и грех. Я спасу, век свободе, от Господа своих грех. Я спасу, от чудовей без Господа мне. Я спасу, век свободе, от Господа своих грех. Я спасу, век свободе, от Господа своих грех. Я спасу, век свободе, от Господа своих грех. Я спасён, не бойся, что и без моего славы. Я спасён, не бойся, но просмотра и славы. Я спасу, хочу родить, Победись Господа молитвы. Песня. Слава Господу со страхом! И радуйтесь с трепетом! И иногда некоторые братья говорят, так это Ветхий Завет. Вот как раз не Ветхий, а Новый Завет. И Петр, и Павел Новый Завет учат, чтобы мы со страхом и трепетом проводили время странствования нашего. Я хочу пожелать вам, сестрички, братики, все, что связано в ваших отношениях с Господом, пусть это будет особо трепетным в вашей жизни. Я знаю, что вы, может, уже встречались. Я встречался, знаете, сегодня как-то люди на волне того, что Господь наш друг. И много сегодня, мягко говоря, такие притчи, ну, на самом деле, анекдоты про Петра, про Павла. Избегайте всего этого. Это настолько опускает наше трепетное отношение с Богом. Никогда не говорите в шутку о святых вещах. Не слушайте людей. Я однажды услышал от уважаемого человека проповедение, не в нашей церкви, слава Богу, шутку про Петра. Он навсегда потерял у меня всякое уважение. Знаете, анекдотики есть такие. Вот Петр сказал то-то, пошел туда-то, а Павел так ответил. Но, пожалуйста, относитесь к святыне Божьей, мы сегодня будем говорить о хлебопреломлении, с трепетом. Это, значит, с особым уважением, с особым почтением. Я вот наблюдаю иногда, когда мы носим хлеб, люди берут хлеб, и когда мне приходилось ходить, иногда люди возьмут так кусочек хлеба, и в это время как-то его в сторонку. Ну, братья предлагают, размышляйте, да, о теле Господнем. Ну, я смотрю, могут в это время разговаривать, шутить там между собой. Ну, не на первом ряду, это будет ближе туда, к дальним рядам. В это время, друзья мои, ведь мы же не под контролем братьев-пресвятеров. Мы с Господом, да, мы получили часть, кусочек ломимого тела Иисуса Христа, образ ломимого тела Иисуса Христа. Я просто предлагаю, относитесь к этому с трепетом. Даже если другие очень относятся к этому с фаном. А вы знаете, я тоже понаблюдал в американских церквах, да, есть вещи, которые у них довольно хорошо получаются, но есть вещи, я смотрю, для них, как бы это как обычаи, которые делаются, ну, положено делать, так написано и делают, делают с каким-то таким легким отношением к этим вещам. Пожалуйста, относитесь к вещам, которые относятся именно к нашим взаимоотношениям, к нашим Господом со страхом и трепетом, с особым уважением, с преклонением, с особой молитвой, благодарностью Господу. Это мое маленькое вступление такое, а я хочу прочитать о римлянам 11 глава с 14 стиха. «Римлянам 11 глава с 14 стиха» или, вернее, с 16 стиха. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, посадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к падшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслины, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Я знаю, что для некоторых здесь для некоторых здесь тема прививки очень такая близкая и понятная. Это тот, кто с этим имел дело. А кто не имел дела, я кое-что сегодня расскажу, и вы поймете, что это просто. И в то же время здесь большие примеры для нас, как христиан. И этот отрывок Писания говорит о нашем положении во Христе Иисусе. О том, что сделал для нас Господь и о нашей ответственности перед Господом. Это то, о чем мы сегодня говорим. И мы сегодня являемся свидетелями приобщения к церкви новых членов тела Иисуса Христа. Апостол Павел в 12 главе Коринфянам называет это крещением Духом Святым в одно тело. 12 глава, 13 стих. Он говорит, что все мы, это, братья и сестры, для всех нас говорится, и для вас, братья и сестры, вот кто принял крещение. Павел говорит, все мы крещены Духом Святым в одно тело. Что это за тело? Тело церкви, тело Иисуса Христа. Крещены, крещение, погружены. Но смысл здесь не просто, что как в воду что-то положили и все. Речь идет, как какой-то трансплантант, как вшили. Как, допустим, человеку почку поменяли и вставили другую почку. То есть она не просто ее положили в желудок. Ее вшили, вставили, и она стала частью этого нового тела. И когда Библия говорит, что мы крещены Духом Святым, то есть посредством Духа Святого, Его сила, Его мощь, Он вставил нас, приживил нас в тело Христово и сделал нас частью этого тела. И теперь мы уже не чужие, не пришельцы, но написано, сограждены святым и свои Бога. Мы часть этого тела. И теперь у нас наступает и взаимосвязь с церковью. Я сейчас не говорю о моменте, будь то случилось это сейчас, будь то случилось день рождения свыше, или это процесс. Я не об этом говорю, я говорю о самом факте, когда Дух Святой крестит нас в тело Иисуса Христа. И теперь, когда мы, я, вы стали частью этого тела, у нас появились связи с телом. То есть апостол Павел говорит, что в теле все члены заботятся друг о друге. То есть так не может быть, что зуб заболел, а всем весело. Зуб заболел, и ноги не находят покоя, правда? И голова болит, и все болит. Или, допустим, проблемы с пальцем, то же самое. Касается всех. То есть у нас появилась вот такая забота друг о друге, беспокойство друг о друге. Вы не можете, вернее, начну с тебя. Я не могу сказать, а мне все равно, что там с Олей, что там у Оли дома происходит. К примеру. Или на работе, да? И мне все равно, что там Владимира происходит. Владимир говорит, мало ли, что у Михаила Федоровича там происходит. Не можете так сказать. Потому что сейчас мы в одном теле. Мы взаимосвязаны. Все мы не можем друг о друге сказать. А мне все равно. Что ты там? И как у тебя там? Главное, у меня все хорошо. Так может только сказать тот, кто не является членом тела Христова. И теперь, когда мы стали частью тела, у нас появилась ответственность друг перед другом. Во имя Иисуса Христа. Потому что Христос, Он голова. Через Него все происходит, наши взаимосвязи. У нас есть и ответственность, и забота, и у нас есть и помощь от других членов тела. И мы знаем, что когда мне будет плохо или будет хорошо, другие члены тела будут радоваться вместе со мной. Да, Оля? И когда у тебя будет хорошо, братья и сестры не скажут, от этой ее радости. Пусть сама радуется. Нет, мы тоже будем радоваться. Или когда будет плохо, мы не скажем, терпи, терпи, все, сама тяни лямку. Нет. Мы тоже будем заботиться, молиться, поддерживать. Ну, я за Олю говорю, так за любого ему говорит. Вот. То есть, это тело Христово. Но апостол Павел говорит, это есть крещение Духом Святым в тело Иисуса Христа. Советую всем вам знать на память, я думаю, вы это читали, текст, 1 Коринфян, 12 глава, 13 стих. Но поскольку мы сегодня говорим о прививке, о маслине, о растениях, то мы в несколько в другом ракурсе будем рассматривать этот вопрос. Апостол Павел говорит, есть корень, и он святой, корень свят. И все, что связано с этим корнем, оно также свято. Есть корень, лоза, ветви. Все, что привито к этому корню, все, что растет на этом корне, оно свято, чисто и непорочно. Это Божье. И поэтому Бог никогда не присоединяет в церкви невозрожденные души. Бог никогда не присоединяет в церкви по списку, по семье. Но отец уверовал, знать, надо всю семью туда записать. Не бывает такого. Бог лично имеет отношение с каждым. И в церковь входят только люди, которых Господь очистил, оправдал, осветил и присоединил к телу. Поэтому есть корень свят, и все растение, вся церковь свята. Итак, апостол Павел говорит, что есть корень святой, и на нем были ветви, но они неверием обломились, отломились. Кто это? Это израильский народ. Он говорит, они отломились, а ты верою привит. Это, как написано, пришел к своим, свои его не приняли. Отломились. Господа можно держаться только верою по благодати Божией. Без веры угодить Богу невозможно. Они не приняли его. Они не поверили. Они отломились. А о нас же, Господь говорит, вот в этом тексте, Господь взял нас и народное, что-то не из народа, который имел обетование Божие. Из языческих народов взял, но преобразил, обновил, баню возрождения, омыл, осветил, возродил и привил к корню. И поэтому и все мы, и наши братья и сестры, которые приняли крещение, вы теперь эти новые веточки, которые привиты к корню Иисуса Христа. Мой отец был страстный садовод и виноградар. Я не в него пошел, я попробовал, у меня не получалось. У нас в саду было много деревьев, разные, одинаковых двух не было, большой сад был, винограду было много, разных сортов. Отец находил все новые и новые сорта, и когда уже некуда было садить, он прививать стал. Что это такое прививать? Я специально по Википедии посмотрел, чтобы ошибки не допустить, чтобы меня не осудили наши виноградари, которые здесь есть. Так вот, что делается? Мой отец находил какое-то яблоко, которого у него нет. Но особый вкус, особое качество, особый размер, да? И что он делал? Он брал существующее дерево и прививал, брал у того человека, просил веточку, и в определенное время прививал его к этому дереву, к одной из ветвей. Ну, в принципе, как это происходит, скажем, с молодыми деревьями. Берут дикое растение, дикую яблоню, дикую вишню, обычно у них плод плохой, но корень сильный. Вот у диких растений корень сильный, морозоустойчивый, не боится морозов, засухи, там большой корень, а плоды плохие. А вот у культурных растений, у культурных деревьев плоды замечательные, а корень слабый. То заморозок, то ветер, то подгрыз что-то и пропало. Что делают? Берут дикое растение, срезают молодое растение, ствол, расщепляют его и в него вставляют веточку, срезанную под клин, веточку хорошего дерева, того, которое ты хочешь. И изолируют, завязывают, обматывают, садовым варом или чем-то, изолируют. И через несколько недель вот это соединение начинает зарастать. Если оно принялось, зарастает, веточка зеленеет, зеленая и начинает расти. Значит, прививка привилась или растение привилось. Вот что-то похожее происходит, когда Господь берет нас с вами. И Слово Божие говорит, что все мы негодные были, все завратились, но Он преобразил нас, Он умер за нас, Он оправдал нас, Он сделал своими детьми, сделал новым творением, чтобы мы могли теперь не по плоти жить, как дичка это, а по духу, а культуренное растение. И привил. Я хочу сказать вам, что вот этот процесс, что Господь сделал для нас, для Господа, это был очень болезненный процесс. Ранами Его мы исцелились, да? И Библия учит нас и говорит, сколько, какой ценой Бог заплатил ради нашего спасения. Мы должны помнить, что наша прививка в тело Иисуса Христа стоила Ему больших-больших страданий. И Он это сделал ради нас, ради нашего спасения по Своей любви. И теперь Он взял нас, преобразил и сделал нас новым творением. И Он говорит, апостол Павел, ты теперь стал общником корня и, если вы помните, что я читал, и сока. Знаете, у корня есть сок. И ты стал частью этого корня. И сок, который у Господа, это жизнь. Библия говорит, что в нем была жизнь, и в нем есть жизнь. Мы питаемся этой жизнью благодаря только его жизни, которая у нас. Потому что Он живет, Духом Святым живет у нас. Мы можем духовно жить, расти и приносить плод. И Слово Божие учит нас, что мы, получив такую благодать от Бога, должны очень внимательными быть и осторожными. И Он говорит даже здесь, бойся. Да, бойся. Ты стал частью Христа. Нам хочется, конечно, говорить, ничего не бойся, живи. А Слово Божие со страхом и трепетом проводи время сраствования твоего. Бойся. Мы сегодня слышали о том, что есть опасность вероотступничества. Да, есть такая опасность. Когда человек теряет веру. Когда человек отступает от Бога. Я хочу мыслить одну такую вам, я обратил внимание сегодня, как-то раньше не обращал внимания. Написано, что Бог может что сделать? Отсечь. Будешь отсечен. Знаете, есть споры разные, может ли человек потерять спасение или нет. Но я увидел здесь проблему в другом. Дело в том, что человек может перестать общаться с Богом. Да, это его выбор. А Иисус говорит, а если не пребудешь на лозе, виноградер отсекает такие ветви. Это даже не твой выбор, иметь спасение или нет. Твой выбор общаться с Христом или не общаться. Молиться Ему, читать Слово Божие, быть в общении в церкви или нет. Это твой выбор. А иметь спасение или не иметь, Библия говорит, что это Господь отсекает. Виноградер отсекает ветви, которые не приносят плод. И если веточка, а мы веточки вот на теле или на лозе Иисуса Христа, не приносит плод, не служит Господу, не пребывает во Христе или потеряла веру, не имеет веры и, соответственно, дел веры, Павел говорит, смотри, ты можешь быть отсечен как ненужный, как бесполезный приросток на корне Иисуса Христа. И поэтому он говорит, ты бойся, если Бог природных не пощадил, если отступишь от Господа, будешь отсечен. Всякую ветню, не приносящую плода, он отсекает, говорит Иисус Христос. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы, когда удостоились вот этой чести, быть частью Иисуса Христа, чтобы мы дорожили этим, чтобы мы ценили это. И вспомните, тоже для размышления, когда апостол Павел пишет Галатам, что вы, которые придерживаетесь закона, полагаетесь на закон и спасение свое строите на исполнении закона, вы, говорит, лишились Христа, да, и отпали от благодати. Смотрите, лишились Христа, что это такое? Они потеряли общение с Иисусом Христом, да? А ведь, которая не пребывает на лозе, не в общении, что с ней происходит? Ее отсекают. Дальше он говорит, лишились благодати. А Павел пишет, если пребудешь в благости Божьей, это благодать Божья, да, то будешь на корне там твердо держаться. И если не пребудешь в благости Божьей, в благодати Божьей, смотри, бойся, можешь быть отсечен. И когда мы читаем о Галатах, которые лишились Христа и отпали от благодати, и сравним с этим стихом, то боюсь, что это для них стих как раз. И Слово Божье говорит, что бойся, не гордись, держись Господа Иисуса, люби Господа, служи Господу, радуйся тому, что имеешь в Господе. И еще на что я хочу сегодня обратить наше внимание, когда Господь призвал нас к Себе и сделал частью Своего тела, Он сделал это с определенной целью. Слово Божье говорит, и сам Христос сказал, я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, да, тем прославится Отец Мой Небесный, если вы принесете много плода и будете Моими учениками, или прибудете во мне, другими словами. То есть, оказывается, когда Господь призвал нас, у Него была определенная цель, чтобы мы что-то приносили, что-то делали для Господа. И мы знаем и другие тексты Писания, что Он избрал себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Или написано о благодати, вы спасены. И дальше Он говорит, что Он себе народ избрал, чтобы этот народ исполнял то дело, к которому Он предназначил этих людей. То есть, у Бога есть предназначение для тебя и для меня. У Него есть цель. И когда Он привил нас и сделал частью корня, у Него есть цель такая, чтобы эти веточки, которые на Нем растут, чтобы они плоды приносили. Чтобы они приносили плоды. И, конечно же, у нас всегда возникает вопрос, а что за плоды? А что мы можем приносить Господу? Я хотел бы очень кратко на это ответить, потому что это целая тема, но когда Господь призвал нас к себе и сделал своими детьми, написано, что Он Духом Святым поселился в сердца наши, Дух Святой живет в нас, и Он пришел к нам со своими дарами. И Он каждого из нас одарил своими дарами. И также Господь говорит, что много есть служения различные, есть служения, на которых ты можешь реализовать свои дары или свой дар. И плод, я бы хотел тему эту далеко не раскрывать, это плод, что мы производим благодаря тем дарам, которые Дух Святой нам дал. Он может быть разным, скажем, у пастора плод, свой плод, который он производит благодаря тем дарам, которые он имеет. У проповедника свой плод или свои плоды, которые он производит, назидая церковь. Скажем, у молитвенника свой плод, у учителя свой плод, у певца свой плод, но у всех этих плодов есть что-то общее. Все эти плоды это то, что созидает церковь Иисуса Христа. Мы призваны строить, созидать церковь Иисуса Христа. Поэтому иногда люди говорят, это души спасенные, иногда говорят еще что-то, братья и сестры. Самое простое понимание, это то, что ты производишь благодаря тем дарам, которые Господь тебе дал. Это может быть назидание церкви, это может быть душепопечение, это может быть поддержка, это может приводить людей к Господу в зависимости от тех даров, которые у тебя есть. И Господь говорит, что прославляется Он, хотя Библия учит, чтобы мы и устами с вами прославляли, но больше всего прославляется Бог, когда мы плоды приносим, когда мы строим церковь, когда мы созидаем церковь, вместе делаем то дело, которому Бог нас призназначил. И пусть Господь благословит нас в этом. И последнее, на что я сегодня хотел бы обратить внимание, наверное, последнее, потому что на большее у нас времени не будет. Библия призвал говорить о том, что когда Господь призвал нас в тело Иисуса Христа, Павел пишет, что в теле Иисуса Христа члены не работают сами по себе, каждый сам по себе, но члены тела работают вместе, совместно, заботясь друг о друге. И я бы хотел бы предложить, чтобы когда мы участвуем в служении, заботимся о церкви, чтобы мы не замыкались в каком-то чем-то отдельном маленьком уголке вот это мое я делаю. Братья и сестры, сила церкви в том, что мы делаем одно общее дело, у нас одно видение, одна цель, и мы вместе делаем это дело. И в богословии есть такое понятие, не только в богословии, вообще есть понятие синергия, это сотрудничество, когда люди вместе работающие не просто удваивают результат, а он умножается. То есть, скажем, один человек на 100% поработал, и другой на 100% поработал, то вместе они дали 200%. Но когда они вместе делают одно дело, они могут дать 300, 400, 500%. И есть практика этого. Мы буквально вчера имели такую практику синергии, когда у нас был концерт вчера, благословенный концерт. Благословенный для меня тем, что когда здесь ведущий спросил людей, которые первый раз пришли в церковь, довольно много рук поднялось. Слава Богу! Мы ставили эту цель, мы молились о том, чтобы пришли люди. Нам не сам концерт, хотя он замечательный был концерт, удивительный, мы хотим еще такие концерты делать, но важно для нас было, пришли люди, которые мы могли коротко сказать о Христе и пригласить в церковь. Но что важно, в этот раз, это наш второй концерт, в этот раз в этом проекте участвовали многие братья и сестры. Есть и миссионерский отдел участвовал, молодежный отдел участвовал, дизайнерский, оформительский, музыкальный отдел участвовал, дежурные были. Братья и сестры, вы участвовали, потому что вы распространяли эти приглашения. Когда мы вместе работали, оно дает успех. И так и во многих других делах, когда мы вместе трудимся, не я сам по себе, а вместе делаем дело, это есть благословение. И теперь непосредственно приступая к хлебопреломлению, я хотел бы вспомнить слова апостола Павла 1 Коринфянам 11, 23, где он говорит следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисусу ночь, которую предан был, взял хлеб и благодарив, преломил и сказал примите и идите. Это есть тело мое, за вас сломимое, это творите мое воспоминание». Я хотел бы обратить ваше внимание, особенно, опять же, братья и сестры, которые приняли крещение. Это особое явление, которое Павел пережил в своей жизни. Я знаю, многие из нас переживают, я хочу, чтобы вы это переживали. «Я от самого Господа принял». Вы знаете, это особая благодать, когда ты принимаешь что-то от Господа. Друзья мои, давайте мы мысленно, в нашем мыслении будем понимать, что то, что я пришел к Господу, это от Господа пришло. Это Его инициатива, это Он захотел меня позвать. Да, это Он. От самого Господа принял. И когда я откликнулся и покаялся, да, ты покаялся не потому, что брат хорошую проповедь сказал, и всех позвали каяться, потому что Господь тебя позвал, да, я от самого Господа принял это. И когда Господь говорит к тебе сегодня, когда Он живет в тебе, когда Духом Святым говорит нас, когда Он говорит, что помазание, которое у вас, оно учит вас, мы слышали сегодня о помазании, это Дух Святой, да, очень важно, когда мы принимаем это от самого Господа, потому что когда мы принимаем от проповедника, даже от пастора, даже от другого человека, мы рассуждаем, ну, неплохо, да, ну, подумаю. Когда мы понимаем, что это Господь мне сказал, мы совсем по-другому относимся к этому, и апостол Павел, он свидетельствовал не один раз в своих посланиях, говорит, что это Господь мне открыл. Я вам говорю это, потому что мне Господь сам открыл, что надо так делать. И я в этом убежден. Друзья мои, если бы это было честь только отдельных людей получать откровение от Господа, то мы бы сказали, ну что ж, слава Богу, хоть Павел был такой человек, который мог получать откровение. Братья и сестры, все вы можете получать откровение от Бога. когда мы рассуждаем, когда мы слушаем проповедь, когда мы читаем Слово Божие. Я думаю, многие из вас переживали, когда Господь просто проговорил к тебе, вот, как лампочка зажлась, как что-то щелкнуло тебе, как ты, вот, прямо для тебя сказал, примите, как от самого Господа. Это будет иметь силу в вашей жизни. Когда мы принимаем от самого Господа наставление и обличение, это срабатывает на сто процентов. Когда мы это принимаем от кого-то, мы начинаем рассуждать и обижаться, а что ты мне это говоришь и так далее. Пусть Господь благословит нас, чтобы тогда, когда Господь говорит нам, а Он говорит сегодня, слышать Его голос и откликаться. И теперь Господь призывает нас, что когда мы будем участвовать в хлебопреломлении, чтобы мы это делали со страхом и трепетом, чтобы когда происходит вот этот момент, когда у тебя этот кусочек хлеба или чаша, чтобы мы написано рассуждали о теле Господнем. И Слово Божие не говорит, что пресвятера должны рассуждать о теле Господнем. Слово Божие не советует руководителям судить всех и определять, кто достоин, а кто не достоин. Кому Господь говорит? Он говорит к членам церкви, говорит, когда вы будете участвовать, рассуждайте. Это от вас зависит, думать о чем-то постороннем или рассуждать о теле Господнем. Когда мы будем участвовать, это ваше дело, мое дело, рассуждать и смотреть, и написано, чтобы судили себя. Если ты знаешь за собой нечистоту какую-то, исповедуй Господу, скажи, Господи, виноват, прости меня. Это по-божьему. И когда Слово Божие говорит, что есть ответственность членов церкви, когда недостойно участвует. Это к нам, лично каждому из нас говорит Слово Божие. Это не пастора будет определять, так, ты достоин, ты недостоин, хотя приходится и это делать иногда, когда человек совсем далеко зашел. Но это к нам, лично каждому из нас, Слово Божие говорит, рассуждайте, чтобы достойно участвовать в этой заповеди. Пусть Господь благословит нас сегодня, вот со страхом и трепетом, с рассуждением, с любовью к нашему Господу, с пониманием того, что Он сделал нам, лично для нас, участвовать в этих воспоминаниях. Аминь. Давайте помолимся. Господь Милоседный, хвала Тебе и благодарность, что сегодня мы имеем такую чудесную возможность, Господи, и радость, что наша церковь пополняется новыми членами церкви. Слава Тебе, Господи, за это. И мы благодарим Тебя за тот великий подвиг Твой, который Ты совершил ради нашего спасения. Мы теперь дети Божьи, Господи, сегодня мы хотим еще раз вспомнить, что Ты сделал для нас, рассуждая о теле Твоем ломимом, о крови Твоей пролитой. Благослови нас это делать с трепетом, Господи, со страхом, с любовью, с почитанием. Благослови Церковь, которая будет прославлена, Отецственный Дух Святой. Аминь. Аминь. Тысячи звезд, зажитая труда Твоя, Господи, Сила Твоя Всеселенную держит, храни. И на земле все тобой существует, и движется. Верую, 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 верую на все времена. Верую, 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 верую на все времена. И на земле Он царь царей, нам на землю крещу, землю грешную, Смертью своей небеса нам открыт на кресте. Верую, 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 А все времена людям дарована вечная надежда одна. Верую, 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 А все времена, считай рукою Всевышнего нам вера дана. Мы обращаемся к ясному небу с молитвами, Просим, Господь, нас от вас впереди и храни. Верую, 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 А все времена людям дарована вечная надежда одна. Верую, 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 А все времена, членой рукою Всевышнего нам вера дана. Верую, 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 Слово Твое, это правильный истинный рост, И ты, мудрость и свет, Непрестанно мы черпаем нем. Верую, 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Анна Горбенко Виктор Ярин Анна Крисенкова Виталий Коваль Виталий Коваль Дмитрий Сурканов Поздравляем тебя Максим Ярин Анастасия Терехина Настя Поздравляем тебя Владимир Читовский Валентина Дмитриева АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем тебя Ну вот Это Ольга Дидарова АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем тебя Достовений Владимир Читовский АПЛОДИСМЕНТЫ Настя Ерина, Оксана Коваревна. Вы знаете, я хочу оставить вам на память место Священного Писания, которое звучит так. Это второе послание апостола Павла Коринфянам, 2 глава с 14 стиха. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание, Богу спасаем их и в погибающих. Друзья мои, вы Христово благоухание. А что вы будете распространять на том месте, где вы живете? Вы должны распространять вот это благоухание Христово. И пусть Господь всех вас благословит и поможет вам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...